Выпускники хабаровских вузов с ограниченными возможностями здоровья успешно трудоустраиваются в регионе. Еще во время учебы для них создаются условия для удобного образовательного процесса и получения профессии. Подробности далее. Артем Малькевич работает учителем ОБЖ в школе-интернате номер два для незрячих и слабовидящих детей. Таких ребят он понимает как никто другой. У преподавателя проблемы со зрением. Из-за детской травмы Артем видит всего на 10% от нормы. Здесь созданы все условия для работы. Собственно есть как и если где-то что-то не видишь, так как у меня плохое зрение, могу воспользоваться в любое время лупами различными увеличительными электронными. Могу воспользоваться библиотеками. У нас библиотека специализированная есть. Ну и много различных технологий, которые помогают работе здесь. Артем закончил Дальневосточную государственную академию физической культуры. В ВУЗе особое внимание уделяется условиям обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Специальное оборудование устанавливается в аудиториях и библиотеке. Специальный стол с подъемом, с регулировкой высоты. Он поднимается на нужную высоту. Также здесь установлена индукционная система для слабослышащих. Кроме того, для слабовидящих студентов в ВУЗе установлены компьютер со специальными клавиатурами и джойстиками, стационарный видеоувеличитель текста и принтер, который печатает текст шрифтом Брайля. Создана рабочая группа из сотрудников и студентов Академии для помощи. Вот такая волонтерского плана группа. Все программы учебные адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что дает им возможность осваивать предметы, в том числе и практически спортивные дисциплины. Сегодня в Дальневосточной Государственной Академии физической культуры обучаются 14 студентов с ограниченными возможностями здоровья. 11 на очной форме и трое на заочной. Игорь Сукачев, Максим Артиков, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.